Здравствуйте, это Влад и новый авторский рассказ моего канала «Удивительные истории». Ранним утром воскресенья Кирилл приехал помочь родителям по хозяйству. Еще накануне вечером он привез им целый грузовик отменных березовых дров, а вот сегодня приехал поколотить их. Стремительно росла куча и, наконец, мужчина решил, что на сегодня, пожалуй, хватит. Все-таки обещал он своей дочери Алинке, обязательно сводить ее с мамой в парк со множеством белок. Поэтому задерживаться у родителей ему никак нельзя было, и так за работой Света Белого не видел мужчина, зарабатывая на новую квартиру для своей семьи. При этом еще благодарить ему нужно было отца с матерью за то, что, скопив немного денег, купили этот домик в дремучей глуши, а свою старенькую хрущевку оставили семье сына, который до этого ютился с женой и дочкой по съемным апартаментам. Всего две комнатки было в квартире, а ведь семью Кирилл хотел большую, вот и заботился о расширении жилплощади. Отложив последнее полено, мужчина поспешил в дом, где быстро проглотил заботливо приготовленные матерью пирожки, запил их ароматным чаем и засобирался в дорогу. Уже выезжая из ворота, с умилением поглядел сын на родителей. Обнявшись и стояли, и вроде бы счастливые были у них лица, но при этом неизгладимая тоска читалась в их глазах. Даже нахмурился при этом Кирилл, вспоминая дела давно минувших дней, из-за чего по-прежнему болели сердца у пожилых людей. Не смогло даже время принести им облегчение. Спустя несколько секунд маленький домик, из трубы которого валил густой дым, распространяющий вокруг себя аромат свежей сдобы, скрылся из виду. Водитель же, вспомнив о жене с дочкой, мгновенно повеселел и, внимательно следя за дорогой, только прибавил ходу своему мощному дорогому внедорожнику. А ведь его, скорее всего, придется продать, да пересесть на автомобиль попроще, если, конечно, хочет он дать семье хорошее жилье. Правда, не такой уж и новой у него была машина, деньги на которую он заработал, трудясь на севере. Но зато гордостью она его являлась, тем более, что купил он ее за свои кровные. Жаль, конечно, было с ней расставаться, но теперь у него другие заботы. Так, размышляя счастливым будущим, и катил по направлению к большому городу мужчина. Но вскоре резко пришлось ему нажать на тормоза, да так, что едва в столб не влетела его иномарка. Но при этом даже не знал мужчина, злится ему на внезапно образовавшееся на дороге препятствие или нет. Потому как стояла посреди ее маленькая девочка, не больше четырех лет. Лицо ее было закутано в неумело повязанный пуховой платок. Конечно же, обижаться на несмышленыша никак нельзя было, зато нерадивой матери девочки, которая наверняка с утра уже успела принять лишнего на грудь, но чем же еще заниматься в здешних местах, и наверняка находится где-то рядом, не мешало бы преподать хороший урок к обращению с детьми. Выбравшись из машины, Кирилл направился к малышке. — Ты откуда ты здесь такая маленькая и одна? Из лесу вестима. Уподобившись сказочному герою и стараясь не напугать девочку, спросил он. Но та, внезапно повернувшись к нему, ответила своим тоненьким детским голоском. — Дяденька, спасите мою маму, она там в снегу лежит! — указала куда-то в сторону девочка. Кирилл изменился в лице. Подхватив малышку на руки, он вместе с ней отправился по ее маленьким следам в глухую чащу. Очень жалко мужчине стало бедняжку, ведь и жить-то она еще не начала, а уже успела познать горюшка. Наверняка сейчас ее матушка, набравшись в стельку, лежит в сугробе. А может быть, и закоченеть уже успела. Да и отец по день отстает, если он, конечно, вообще есть. Ведь такие дамочки часто любят нагулять детей, при этом сами не ведая от кого. А малышам после этого прямая дорога в детский дом. С тоской размышляя о несправедливости в мире, Кирилл с девочкой на руках, иногда по колено проваливаясь в глубоком снегу, вскоре добрался до ее матери, которая действительно лежала в сугробе, тихо постановая и едва дыша. Тут же к ней бросился мужчина. Ведь даже такие пропащие души нельзя оставлять в беде. Правда, стоило ему оставив ее дочь в сторонке нагнуться к пропащей, как едва не ошалил Кирилл и сам не рухнул рядом. Не прошло и секунды, как, подхватив женщину на руки, он уже пробирался по снегу обратно к своей машине. Следом за ним шла и малышка. Уж теперь-то ее мать будет спасена. Этот добрый дядя, словно Дед Мороз из телевизора, сделает ей такой подарок. Сказочного деда в своей жизни Анечка никогда не видела, но при этом твердо была уверена в том, что он существует. Ведь, идя за помощью, Анна попросила у него спасти ее маму, и он выполнил ее просьбу. За пять лет до этих событий тоскливо было в тесной хрущевке на окраине большого города. Молча и со слезами на глазах наблюдали за тем, как собирает вещи их дочь Ольга Ивановна и Михаил Витальевич. Сегодня Полина, судя по всему, навсегда уходила из отчего дома. И самой молодой женщине тяжело далось это решение, но иного выхода из сложившейся ситуации она не видела. Все дело было в том, что несколько месяцев назад Анна полюбила так сильно, как никогда в жизни. Но не приняли ее избранника родители. В этом не было ничего удивительного. Они-то не были влюблены в хамоватого уголовника, который провел за решеткой значительную часть своей жизни. Хотя не видела в подобном ничего плохого поля. Ведь ее Александр давно уж искупил свое вино. Тем более и не было на нем никаких грехов. Ловко подставили его приятели. При этом сами с сухими вышли из воды. А Сашка вот остался отдуваться за всех. — Ты точно решила, дочка? — едва не плача спросила у нее Ольга Ивановна. — Ты ведь знаешь, наш дом всегда открыт для тебя, но не для этого грабителя. — Мама, я тебе сто раз повторяла, Саша — никакой не грабитель. Его там даже и не было вовсе. А следователь, чтобы взлететь по карьерной лестнице, сфабриковал дело. — Это тот-то недоносок, не при делах оказался. Да он тебя словно приворожил. Как можно не замечать очевидных вещей? — вступил в разговор Михаил Витальевич, грозно прикрикнув на дочь, надеясь таким способом сберечь ее от необдуманного поступка. Но тут уже вспылила всегда тихая и спокойная Полина. — Никакой он, папа, не недоносок. Не смей так говорить о моем будущем муже. Он, между прочим, позвал меня жить вместе с ним в дом его бабушки. А не как вы думаете, что обитать мы будем на вокзале? Да и работу Саша активно ищет. У него пока не получается, потому что с его прошлым никто не хочет связываться. А раз вы не даете мне жить так, как я хочу, то придется мне навсегда уйти из дома. Я вас очень люблю. Но дайте мне сделать так, как я хочу. Это моя жизнь. — А мы здесь ни при чем. Выросла, значит, и выпорхнула из отчего гнезда. Так ты считаешь? Ну ладно. Иди, и чтобы ноги твоей здесь больше не было. — бросил в сердцах отец, указывая на дверь. — Саша, успокойся. — попыталась бы остановить мужа Ольга Ивановна, но было уже поздно. Дочь, схватив сумку с вещами, убежала прочь, чтобы уже никогда больше не возвращаться в родной дом. Внизу у подъезда ее ожидал кавалер, в отличие от родителей, похваливший ее за принятое решение, и, подхватив под руку, забыв при этом, что избранница тащит тяжелую сумку, увлек ее в сторону автовокзала, от перона которого в скором времени отправлялся нужный паре автобус. Тем временем рыдала на плечах у мужа в тесной кухоньке Ольга Ивановна. — И откуда только в жизни нашей доченьки появился этот уголовник? Я ведь так надеялась, что все у нее получится с Пашей. Он ведь хороший мальчик, программист, любит ее до самозабвения. Я ведь уже и на хитрости шла, приглашала его к нам домой, как будто компьютер настроить. Думала, что сладят они с Полей, все-таки с детства знакомы. Признался он мне, что любит нашу Полиночку. Да только холодна она к нему и не видит его, кроме как в статусе друга. А ведь и в кафе он ее успел сводить, а тут, как мухомор какой, встал на ее пути этот зэк, скруживший голову нашей кровиночки. — Не переживай, Уля. Вернется она скоро. Поймет, что ошиблась с выбором и вернется. Вот увидишь. — утешал жену Михаил Витальевич. — Ох, Миша, чувствует мое сердце, останемся мы с тобой на старости лет одни. Сын деньги зарабатывает, дочь сбежала из дома. Пока же родители рыдали, вполне счастливое Поля, сидя на протертом дадыр сиденье старого автобуса, ехала в свою новую жизнь. Пока ее кавалер немного задремал, устав от дальней дороги, она с нежностью поглядывала на него. Вспоминала о том, как же они познакомились. Медсестрой в больнице работала девушка. И как-то раз с ножевым ранением руки к ним поступил очень скромный и вежливый пациент. Своё ранение Александр получил после того, как пошел поговорить с бывшим приятелем, из-за которого оказался за решеткой. А тот, вместо того, чтобы молить о прощении, достал нож. Обо всей своей жизни честно рассказал мужчина. В том числе и о том, что воспитала его бабушка. Да только теперь она уже старенькая, живет в глуши. Но при этом внук ее, разумеется, не оставил и ухаживает за старушкой. А она ведь уже почти не встает с постели. В настоящее умиление привели его слова медсестру. Не каждая дочь способна на подобный поступок. А тут внук не бросил бабулю на произвол судьбы. Поверила Александру медсестра. Но все же с некоторой опаской относилась к его ухаживаниям. Честно, мужчина заявил, что понравилась она ему. Все время, пока находился в больнице, он красиво ухаживал за ней. Читал стихи, писал любовные записки, которые вместе с букетиком полевых цветов оставлял в сестринской, тихо прокрадываясь туда, пока там никого не было. Но все же что-то настораживало полю в мужчине. И потому она тянула время. Однако вскоре один случай заставил ее навсегда поверить в искренность чувств Саши. Спустя неделю после того, как он выписался из больницы, поздно вечером возвращалась она домой с дежурства, когда услышала позади себя криплый простуженный голос. — И куда эта такая красавица спешит одна в ночи? — Может быть, тебе нужна охрана? А матери твою зять? — дыхнул ей в лицо перегаром, какой-то явно не со слишком хорошими намерениями верзила. Попыталась была девушка убежать, но цепко вцепился в нее хулиган, внезапно потащив к ближайшей лесополосе. Даже вскрикнуть она не успела, чтобы позвать на помощь, как внезапно перед ними появился с букетом гвоздик наперевес Александр. При этом отвесил мужчина ее обидчику такую затрещину, что кубарем буга перелетел через оказавшуюся перед ним лавочку, после чего, поднявшись из грязной лужи, в которую упал, быстрее пули припустил прочь. — Тут ты и поняла, Поля. Чувства Сашек не искренние, и за ним она будет как за каменной стеной. Ну и пусть даже сидел он в колонии. Весьма рад был подобному раскладу событий Александр. Но не потому, что наконец-то смог добиться расположения красивой медсестры. В общем-то, красота ее стояла для уголовника далеко не на первом месте. Нужна же ему была девушка в основном для того, чтобы, будучи медсестрой, ухаживала за его бабушкой, который внук все-таки испытывал довольно сентиментальные чувства. Вот и пригласил Зек Полю в дом старушки, где и сам обитал. Правда, работу даже и не думал искать уголовник. Не прельщало такого мужчину, как он трудится. Все-таки авторитетом в криминальном мире он себя считал. Да и зачем было работать, если в доме всегда чисто, уютно, приготовлена вкусная пища. Правда, Полине пришлось уволиться из больницы, в которой они познакомились. Далеко все-таки добираться было до нее. Зато в ближайшей сельской амбулатории как раз нашлось для нее место. А после и вовсе оказалось, что она беременна. Конечно же, как благородный джентльмен, тут же предложил ей возлюбленные руку и сердце. Свадьбу, правда, они не играли, потому как любил жених скромно отмечать любые события, а просто расписались в сельсовете. Вот только после этого началась для Полины уже совсем другая жизнь. Еще не раз пожалела она о том, что не послушала родителей. Да только поздно было. Прошло почти пять лет. В насквозь прогнившей от того холодной избушки с больной головой после вчерашних возлияний просыпался Александр. С ненавистью поглядел мужчина на супругу, которая почти в обеденное время хлопотала у плиты, готовя мужу аппетитное жаркое и наваристый супчик. Выходной выдался в амбулатории у Поли. Ее дочь Анечка играла во дворе, а она вот занималась домашними делами. Казалось бы, чем не семейная идиллия? Да только настоящей узницей к этому времени в доме мужа стала женщина. С ее лица никогда теперь не сходила тень тоски и печали. Со страхом поглядела бедняжка на смотрящего на нее Сашу, поставив при этом тарелки полной вкусности на обеденный стол. Ел мужчина всегда в гордом одиночестве, ведь прислуги не пристало трапезничать вместе с хозяином. Тяжело поднявшись с постели, Саша прошлепал босыми ногами к столу. Усевшись на свое место, он наконец произнес «Ты зарплату получила?» Со слезами на глазах кивнула при этом женщина, понимая, что и в этот раз супруг отберет все до копейки, а после пропьет ее с дружками. А ей потом, чтобы прокормить его луженую глотку, вновь придется занимать деньги и работать едва ли не на две ставки, чтобы рассчитаться с долгами. «Так давай ее сюда», – ревкнул Саша. Получив купюры, он, с удовольствием пересчитав их, засунул стопку в карман брюк, после этого наконец приступив к еде. Но тут же помрачняло его лицо. Уже не знал он, как еще уколоть супругу побольнее, потому решил действовать проверенным способом. «Опять ты приготовила эту дрянь, которую невозможно даже в рот взять. Из-за твоей стрепни и мать моя раньше времени отошла в мир иной. Отравила ты ее, гадина. Надеясь, наверное, дом получить в наследство, но не вышло у тебя ничего. Так я и знал, что ты замуж за меня пошла, чтобы жить в прекрасных условиях, а я бы при этом пахал на тебя», – закричал на сжавшуюся в комочек супругу мужчина. Крайне несправедлив был при этом Александр. Ведь в последние три года буквально на руках таскала она свекровь. При этом никакого участия не принимал в судьбе старушки ее внук. И действительно, дом-то хотел и ей оставить. Но угрозами добился Саша обратного. И ведь не пустыми были его слова. Чуть что не так было, как и воспитывал он жену кулаками. Давно бы уж ушла от дегенерата женщина, но боялась она за свою дочь. Ведь пригрозил уголовник, что в таком случае отберет Анечку через суд, а если не выйдет, то расправится с обеими. Не смело Поля обратиться и за помощью к родителям, ведь сама она ушла из их дома. Наверное, бы так всю жизнь и мучилась женщина, если бы вдруг схватившись за бок, не рухнула бы на пол, закричав от боли. Как раз в тот момент, когда супруг, как это часто бывало, вылил тарелку с супом на пол, заявив, что тот слишком горячий. Увидев корчившуюся от боли жену, он вместо помощи пнул ее тяжелым сапогом, решив, что та притворяется, не желая прибираться в доме. Досталась и Анечке, которая, вернувшись со двора, услышав крик матери, попыталась заступиться за нее. Целый день женщина мучилась от боли, а муж при этом не позволял ей позвонить скорую, отобрав у нее телефон. И лишь уже под вечер, отправившись на очередную гуленку, он наконец оставил едва живую женщину одну. Собрав последние силы, вместе с дочерью она пошла к дороге, надеясь, что у нее хватит на то сил, а между тем, всего лишь аппендикс воспалился у нее. Казалось бы, не опасно это сейчас заболевание, если только, конечно, не упустить время. А таковое уже было на грани катастрофы. Полина упала в снег без чувств. Хорошо еще малышка ее оказалась не по годам с мышленым ребенком и отправилась за помощью одна. Конечно же, узнал Кирилл сестру. Но даже и представить он себе не мог, каким образом они встретятся вновь. Едва ли не проклинал ее мужчина, ведь из-за поступка сестрицы его родители столько лет страдали. Однако, увидев бедняжку в столь печальном положении, мгновенно он сменил гнев на милость. Вовремя привез мужчина Полю в больницу. Еще немного, и было бы поздно. В ярость пришел бывший зэк, когда узнал, что вместо того, чтобы обслуживать его, жена отдыхает в больнице. Об этом ему сообщил сосед, работающий там санитаром. Помчался он в лечебное заведение, чтобы более энергичным способом потребовать от Поли исполнять супружеские обязанности. Но был спущен с лестницы находящимся в палате сестры Кириллом. После этого Сашок больше не смел появляться в жизни бывшей семьи. В скором времени, окончательно деградировав, без женского плеча рядом. Если бы раньше Полина обратилась за помощью к родным, не пришлось бы ей с дочерью столько страдать. Разумеется, простили они ее. По-прежнему свободно было сердце у Павла. Словно чувствовал программист, что его жизненная страничка не перевернута была. И счастье еще ждало мужчину впереди. Как, впрочем, и Полину с дочерью. Ведь им еще только предстояло узнать, что такое настоящая любовь заботливого мужа и отца. Если вам понравился рассказ, надеюсь на вашу поддержку кнопкой палец вверх. Всего доброго!